Что мы знаем о своем городе? Благодаря викторине Муромского телевидения интересные факты из истории и биографии известных личностей становятся еще доступнее. В этот раз вспомним значение расхожих в Муроме старинных слов и выражений. В прошлые столетия в подвале Муромского рождественского собора на случай военных действий хранилось оружие. В том числе и разного сорта мелкие железные рагули. Историю их применения знает победитель 46-й телевикторины Иван Скопинцев. Иван Михайлович, поздравляем вас с победой в телеконкурсе «Я знаю свой город». Вы знали ответ на вопрос прошлой телевикторины, что за оружие, против чего оно эффективно, и дарим вам подарки от спонсоров проекта. Это оружие пришло к нам из современности Татар-Монгольского игоря, когда шла борьба с Ханом Батаем. И это оружие применялось в основном в борьбе с конницей противника. Она называлась «Чеснок». И «Чеснок» разбрасывался на более опасном направлении, где могла конница идти. Конница натыкалась на него, конница становилась на него, и захромал, и падал. Я знаю свой город и с интересом наблюдаю все, что происходит в течение времени. А мы можем воочию наблюдать стечение Муромской реки. Ака прославила нашу землю на всю страну. Живую рыбу, здешних мест, стерлядь, осетров, нередко возили в специальных бочках к царскому двору. Как рассказывает историк Вячеслав Буданов, ловля рыбы проводилась на йозах. В средние века в Москву приезжал Сиезмунд Ерберште, австрийский посланник. Он оставил очень подробные воспоминания об этом, и им был упомянут наш город. Сначала он был упомянут как один из древнейших городов, а потом он описывал не только населенные пункты, но и реки. И сказал, что в Москве и самые лучшие рубы в Оке, возле Мурома. А с какой целью и что означало слова «ставить йозы»? Вопрос 47-й телевикторина звучит так. Что значит «ставить йозы»? Ответ ждем во вторник с 14 до 15 часов по телефону студии 99855. Победитель получит приз. Регина Ломакина, Олег Сиротинский. Специально для Новости Мура. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина «Страна игрушек», а также при финансовой поддержке магазинов «Белая ворона» и «Велоимперия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова